Здравствуйте! Цены в магазинах стремительно растут, не отстают от них и тарифы ЖКХ, которые поднимаются с регулярной скоростью. Как экономить в наше непростое время на этой статье расходов, об этом сегодня и поговорим. И один из способов экономии как раз является установка счетчиков. Платить по нормативам или платить по счетчикам решают сами жители. Но тем не менее, сегодня учеты прибора стали современными и высокотехнологичными. Олег Евгеньевич, поговариваю, даже через интернет можно передавать показатели. Да, можно. Было бы желание. Каким образом? Потому что для меня это действительно открытие. Я думаю, для многих волгоградцев, которые сегодня смотрят наши программы, это тоже будет открытием. Ну, достаточно все просто. Надо, как говорится, поставить счетчики, потом подключить через модем и в интернете, допустим, на нашем сайте через логин и пароль получать данные. Вот, причем не только текущее значение, также отчеты можно получать, потом нештатные ситуации все видеть, то есть определять качество, подаваемое в дом теплоносителя. То есть это все реально, это все работает. На нашей системе АСУ и ТЭН работают целые города, такие как вот Калач на Дону, Николаевск и так далее. То есть мы этой темой уже давно занимаемся, почти с конца 90-х. Вот, как бы наш программный продукт, наш интеллектуальная собственность, она настолько уже отшлифована, удобна, понятна. И люди, которые даже никогда не пользовались интернетом, то есть она конструктивная, настолько удобна, что даже вот в пенсионном возрасте люди свободно пользуются, один раз попробовав ее. И это дает колоссальный результат, то есть потому что, вникая в то, как дом потребляет, появляются вопросы, появляются решения, появляется экономия средств. Вот средний показатель по городу Волгограда, значит, снижение оплаты за отопление, ну, в среднем где-то от 30 до 40 процентов. Но это в том случае, если люди следят за показаниями приборов учета. То есть и об этом знают все, вся цепочка, управляющие компании, теплоснабжающие организации. Поэтому мы призываем, и я призываю жителей более внимательно относиться к этой теме, участвовать в показаниях. А доступность сейчас в интернете, пожалуйста. Олег Семенович, ну немногие волгоградцы хотят устанавливать у себя приборы учета, так называемые счетчики, почему-то? И некоторые продолжают платить по нормативам, хотя по нормативам действительно выходит не так-то... Ну я бы хотел добавить еще к тому, что сказал Олег Евгеньевич. Счетчик еще, это один из инструментов контроля за работой управляющей компании, ресурсно-обжающей организации, когда потребитель видит в режиме онлайн, сколько он в данный момент берет теплоты и может влиять. Потому что если вот так прямо говорить, счетчик не является средством экономии. Это прибор, показывающий, который нам дает возможность видеть, сколько мы потребляем и влиять на этот процесс. Много или мало, мы можем сократить потребление. Мы забыли, что такое вообще регулировка внутридомовых систем отопления. Хотя в городе Волгограде можно привести пример и в том же Краснооктябрьском районе, где по проекту Мирового банка были дома переоборудованы, и в каждом доме стоит, на каждом вводе стоит индивидуальный узел учета и вообще тепловой пункт индивидуальный. И в дом приходят не четыре трубы, там две отопления, две горячие сооружения, только две трубы. В доме же, на этом тепловом пункте происходит подогрев воды для нужд отопления. Стоят регуляторы, и люди уже реально могут влиять на температуру теплоносителя в своем доме. И как пример такой практичный, вот в этих домах, Краснооктябрьском районе, люди не начинают отопить на сезон с момента его объявления. Они начинают его тогда, когда в квартирах уже становится реально холодно. Ну это как в частных домах. Да, совершенно верно. Не только занимаясь, будем говорить, учетом, регулировкой отпуска тепла. Надо еще заниматься идеологией, надо заниматься еще законодательством. Нужно совершенствовать те механизмы, которые сегодня есть. И те подзаконные акты, постановления, их надо приводить в соответствие с нынешней действительностью, с нынешней технической и технологической базой. Все-таки хочется понять, как же через интернет передаются данные? Мы привыкли все к счетчикам, которые, ну вот, крутятся, бегут цифры. Чем-то вот те счетчики, которые передают через интернет, они отличаются? И каким образом, в принципе, происходит? Ну, маленькой приставкой такой же. Мы объем сейчас все в 21 веке, поэтому технологии сейчас используются самые современные. Там ничего сложного нет. То есть там ставится GPS-модем. Теплощетчик современный имеет возможность передавать данные с теплощетчиков. То есть там передаются параметры какие-то температуры, давление, расходы. И сам вычислитель, он передает, сколько теплоты дом потребил. Все это передается к нам на сервер и потом раздается каждому потребителю через логин и пароль. То есть здесь схема, которую мы не изобретали, она давно изобретена. То есть она работает в других отраслях. То есть все это достаточно сейчас жизнеспособно и никакой это не ноу-хау. Просто здесь важность отметить, что насколько надежно сама эта система работает. Насколько надежно? Мы давно этим занимаемся. Сначала было котельные. 267 котельных мы сделали в конце 90-х годов. Потом мы стали заниматься тепловыми счетчиками. Появилась эта тема. Поэтому у нас уже достаточный опыт, чтобы этот продукт предлагать как надежный. Он важен для эксплуатации. Вот, например, тепловым сетям. А вот сейчас в Волгограде, например, концессии, водоснабжение, теплоснабжение. Они должны видеть, какие параметры вообще, хотя бы характерных точках, чтобы регулировать систему можно было на более высоком уровне. Это наладка тепловых сетей. То есть если это все технически грамотно приоритеты расставить, то можно видеть как живую материю. То есть как работают тепловые сети. Где перегревы, где потери, где там возникают еще какие-то проблемы. Например, урюпинские тепловые сети, директор тепловых сетей, говорит, тут я на доме вижу два одинаковых дома, а на одном расход в три раза больше. Он в онлайн режиме все это видит. И сразу делает выводы, что там какие-то порывы. То есть для эксплуатации, для жителей эта система помогает, у кого какие интересы, тому она и помогает. Жителям она помогает понять, за что они платят, почему они так платят. А эксплуатации правильно эксплуатировать тепловые сети. Ну это такая прозрачная схема. Да, это прозрачная схема. Магниты. Нет, там никаких магнитов. Это в доме устанавливается прибор. То есть это механические счетчики. Это вот эта тема пошла, когда стали ставить в квартирах водомеры, вот эти крыльчатые. Там магнитик ставишь, и как бы там есть какие-то выгоды. Но я не знаю, насколько на выгоды это большая. Ты рассказывай способы-то, как это. Сейчас наши люди-то все запишут. Тоже антимагнитные водомеры не идут. Здесь другой немножко уровень. Это общедомовые счетчики. То есть стоят и считают, например, тепло или воду потребляемой на общую многоэтажку, на целый дом. Поэтому там никак не подлезть, все это опечатывается. Насколько вот эти современные высокотехнологичные счетчики можно устанавливать в старых домах? Понятно, в многоквартирных новых жилых домах, где все новое, где новые трубы и так далее, такие счетчики уместны. А вот в старых коммуникациях? Ну, старые дома, несмотря на то, что они старые, вообще массовость новостройок у нас не такая большая. А в основном у нас, когда строили у нас это, вот 60-е, 70-е годы, немножко 80-е. Вот это все, если их назвать старые дома, она вся стоит на элеваторных узлах. Олег Ильич, давайте расскажем нашим людям, что же такое элеваторные узлы. Здесь все многоэтажные дома, они, в общем-то, находятся на уровне, ну, кто в разные источники, я пытался найти, когда изобрели элеваторный узел. Значит, один источник пишет, что до войны, в 32-м году, другой источник, что в 70-х годах. Но все равно это прошлый век, значит, никто уже в Европе, в развитых странах такие системы не пользует. Давайте расскажем нашим телезрителям, что такое элеваторные узлы. Вот стоит многоэтажка, вот заходит сюда подающий трубопровод. Из дома должна, она, допустим, вода пробежала и ушла из дома. Вот это называется подающий трубопровод, это обратный трубопровод. Значит, существует утвержденный температурный график. Ну, для нашей климатической зоны это минус 25. И у нас существуют крупные районные котельные. Значит, по температурному графику, который утверждается, при минус 25 дом должно заходить 150 градусов. Не надо, а, в дом, да? Да, в дом, да. Для того, чтобы, сами понимаете, 150 градусов... Это 150 градусов должно быть где, а то сейчас люди будут в крайне горячей воды мерить. До элеваторного узла. Да, вот, теперь инженерная мысль, которая у нас считается еще довоенной. Чтобы, как бы, это все было устойчиво и понятно, дайте, пожалуйста, мне... Держите. Я скажу, как это дальше. То есть, вот мы пока решили, что у нас крупные котельные, которые... То есть, котельные в дом подают 150 градусов. Значит, у нас есть такое техническое изобретение, элеваторный узел. То есть, вот в дом вошла вода. Вода кипяток, прям. То есть, при минус 25 тепловые сети подают 150 градусов в дом. В доме его встречает элеваторный узел. Суть его в чем заключается? Вот здесь стоит сопло. И вот здесь вот у него есть такой патрубок. Вот здесь возвращается вода из дома. И вот здесь, за счет того, что здесь должен быть перепад, располагаемый на опор где-то 20 метров, то, значит, скорость воды, ну, там достаточная, чтобы захватывать температуру. То есть, здесь идет сужение, то есть, сопло, конус, который, значит, работает как инжектор. Вот этот инжектор, за счет того, что здесь возрастает резко скорость, захватывает воду с обратного трубопровода. Здесь 95, здесь 70. Все это, благодаря сопло, за отсюда захватывается и разбавляется до 95 градусов. У нас, например, когда есть город, да, у него здесь, ну, допустим, вот несколько домов, там 200 домов, и он готовит еще горячую воду. Вот здесь у нас где-то есть котельная, да, которая дымит, и вот идет в каждый дом отопление, ну, подача, обратка, все просто. То есть, есть определенная схема. Чтобы эта схема работала, это же как сообщающиеся сосуды. То есть, она, вода бежит туда, где наименьшее сопротивление. То есть, во-первых, эту систему нашу городскую надо обязательно. В советское время, Олег Семенович знает, что раз в пять лет, значит, делалась наладка тепловых сетей, чтобы грамотно распределить все этот теплоноситель. Распределялся он очень просто, с помощью сопел-элеватора. То есть, это все расчетно. То есть, сопло нельзя просто взять вот так, выдумать на каждый дом. Обязательно надо каждый дом увязать по гидравлике с этим соплом. Поэтому здесь все взаимосвязано. Но, что мы теряем? Почему мы отстали от, вообще, от другого мира? Потому что где-то у нас есть еще центральные тепловые пункты. Центральный тепловой пункт подготавливает воду горячую. Вот, для того, чтобы мы в домах имели, ну, помыли посуду, да. Вот здесь у нас стоит ЦТП, центральный тепловой пункт. Он тоже требует, то есть, там стоят теплообменник, который заходит в систему отопления, отдает тепло и уходит. Здесь заходит холодная вода, она забирает тепло и идет горячая вода в дом. Для того, чтобы нагреть воду, а сейчас НИПовская норма до 60 градусов, значит, вода в теплоносителе должна быть выше 60 градусов. В зависимости от того, какие теплообменники, значит, от того зависит какое КПД этого центрального теплового пункта. Но обычно сейчас стоят старые кожевтрубные теплообменники, которые имеют КПД 60-70%. Олег Евгеньевич, так обычным потребителям? То есть, мы что имеем, когда элеваторные узлы, и вот здесь вот подмес константа, то температура не может опускаться, допустим, ниже 70 градусов, для того, чтобы нагреть вот эту воду. В приоритете горячее водоснабжение присутствует, и поэтому весной, осенью, в переходный период мы переплачиваем деньги, потому что температура воды не может опускаться с низкой низкой. И меняем климат, идет всемирное потепление. То есть, смотрите, для того, чтобы решить, за нас давно уже все подумали. Для того, чтобы эта система была понятна, и как вот Олег Семенович сказал, Мировой банк реконструкции и развития, я участвовал тоже в этом процессе. То есть, вот вместо вот этой системы, когда из подачи идет 150, здесь за счет инжекции захваты, здесь подмес константа, делается все очень просто. То есть, ставится вот то же самое, но вместо элеваторного узла… Да вот там, нарисуй вместо перемычки насосы, все убирается. Вот здесь ставится перемычка, здесь насос, один рабочий, один резервный. Вот здесь регулятор температуры, здесь контроллер, и здесь датчик наружного воздуха. То есть, мы уже здесь можем программировать, сами жители, мы, каждый в доме. То есть, это изобрели в 70-м году прошлого столетия. Но это нам полностью, я так понимаю, систему отопления? Нет, это вот называется индивидуальный тепловой пункт на дом. На ввод на тепловой в дом. Здесь все очень просто. Вот здесь контроллер, он у нас выступает как дирижер потребления в доме температуры воды. То есть, он говорит, ребята, вот весной и осенью тепло, датчик наружного воздуха нам диктует, мы закрываемся до какой-то момента, чтобы дом совсем не остыл. Циркулирует только внутренний контур. Так, Олег Евгеньевич, вот смотрит на жителя многоквартирного дома, председатель ТСЖ и говорит, хотим экономить. Что надо сделать? Вы нам поможете установить насос этот? Или это должен изначально застройщик спроектировать новую систему? Знаете, как, вот сложность в том, что жители вообще должны понять, к чему идти, должны понимать это. Потому что, наверное, житель рядом со мной сидел, люди не понимают, какие технические решения, уже они опробованы, везде работают, как весь мир живет. Людям надо просто объяснять, или мы живем в 30-м году до войны с элеваторами, или мы живем в современном мире, где есть гибкая система. Ну, захотел, например, вот как вот некоторые дома, у нас же есть такие дома, не большинство, они говорят, ну давайте мы в ночное время, ну в начале осени, еще нет таких низких температур, снизим потребление на 2-3 градуса, ночью никто не заметит. То есть уже появляются какие-то желания, и система гибко может работать. То есть сами жители при такой схеме могут... Экономить, очень серьезные деньги. А вот здесь стоит теплощетчик. Ну, для миссового дворосходомера. Да, соскует ТЭН, и он в онлайн-режиме может контролировать. У меня, например, ну был такой случай интересный, потому что у нас этого нет автоматики, а люди видят в Аскуе в нашем реальном времени, сколько дом потребляет, и вот один житель, говорит, бегает, крутит задвижку. Закрыл, посмотрел, открыл, посмотрел. Понимаете, ну задвижками нельзя вообще регулировать ничего, потому что они не для этих целей. А вот элементарную автоматику поставить и пользоваться ей, как это должно быть. Надежда, вот я добавлю. В городе Волгограде 80% жилых домов было построено до нулевых годов, у которых потребление 320-360 в год киловатт на метр кубический. Современные дома, которые мы сегодня после нулевых годов строим, потребляют уже 120-180, а в Европе потребляют 40-60. Вот нам куда надо стремиться. То мы не можем сегодня взять все старое, сломать эти 80% и построить новые, да? Для этого сегодня есть программа капитального ремонта, в которой обязательно при ремонте домов должны учитываться мероприятия по энергоэффективности, по энергосбережению. Обязательно. Только тогда мы можем чего-то достиг. Иначе у нас не через 70 лет, а раньше кончится газ. Вот. То есть возобновляемые, невозобновляемые источники энергии углеводородов. Или можем, например, перейти на альтернативное отопление. Можно. Антолий Николаевич. Антолий Николаевич, вот я как раз к этому подводил. Да, есть другие. Олег Евгеньевич, не получается, но у нас тут батарея в студии сегодня. Это не батарея, это нагреватель парокапельный. Я знаю, Антолий Николаевич очень давно. Антолий Николаевич, что это за чудо техники такое? Олег Евгеньевич, ну, занимается добрым, так сказать, делом. Вот, делает учет. Это правильно, потому что люди должны понимать, что они расходуют. Все равно учет. Учет должен активизировать людей, да? То есть давать им направление, что, по крайней мере, хотя бы толкать на то, что надо экономить. И вот здесь, конечно, мы работаем над тем, чтобы людям дать инструмент, как экономить. Вот возьмем жилой дом, да, поставили учет, все нормально, да. Поставили счетчики замечательные. Поставили, да. Людям сказали, что, ребята, мы вот в этом, как сказать, месяце назгли вот столько, да, у вас квартиры вот столько. Посчитали на квадратный метр или на куб. И сказали, что, Иван Иванович, ты будешь платить там тысячу рублей в этом месяце, да? Он говорит, а много-то или мало, да? Ну, наверное, всем кажется, что это много. Вот. И вот здесь мы бы сейчас могли предложить, что, ребят, где вот именно формируются те затраты, непроизводительные затраты, да, которые на этом счетчике отражаются. Вот, допустим, дом, личные клетки, да, в личной клетке никто не живет, да, но там должно быть тепло. Да, умеренное тепло, пускай это будет 12-15 градусов, но оно должно быть там поддерживаться, да. Вы сейчас зайдите в дома и гляньте, что творится в личной клетке. Форточки открыты, правильно? Он сказал, что ниже 70 градусов никто не опускает, да. Там все жарится, тепло летит, а оно отражается на счетчике. Это люди будут что? Платить за вот эту, ну, как сказать, потерю тепла. Или, допустим, я вот сегодня, Алексей Милович, угоряю, вот в доме, да, особенно, как сказать, первые этажи, встроенные помещения, да, какая-то там парикмахерская, какой-то магазинчик, стоит один-два, ну, как сказать, радиатора там, это самое. Это перемычка, между прочим, с этого вот узла идет перемычка на эти два радиатора, да. Вот попробуй отрегулировать эту систему, когда у тебя вот эти перемычки. Не лучше ли вот эти два радиатора взять наши вот парокапельные поставить? Это всего там киловатт. Нужно? Конечно. А что тут такое? Ну, один киловатт, все, оно будет работать, там будет тепло, нормально. Но здесь не будет нарушаться, вот нарушаться тепловой режим, как сказать, в доме. Гидравлика самое главное. А у нас есть подвалы такие же там вообще, ну, как сказать, одни врезки. То на вентиляцию, то на колориферы, то еще там. То есть там отрегулировать, как сказать, гидравлику очень сложно. И вот здесь, если бы действительно заботилась там управляющая компания об этой экономии, они бы уже у нас давно за горло взяли и поставили бы в личных клетках наши нагреватели на электронике, задали им тепловой режим, там, допустим, 15 градусов, да. И в любое время зимой и осенью и весной там было бы 15 градусов. Все, не больше. То есть это отслеживалось, это была бы реальная экономия, да. Или там во встроенных помещениях. А сейчас еще есть дома, где есть отопление подвалов, вот с целью, чтобы не разморозились, как сказать, коммуникации. Вот. А там оно тепло нужно только тогда, когда наступает процесс размораживания. То есть, когда температура в подвале опускается там ниже нуля, тогда оно, ну, как сказать, должно работать. Оно работает целый сезон. Это все ставится за счетчиком. И там, вот мы в подвалах сейчас делаем, мы там поставили парабхальный нагреватель, да, поставили на электронном блоке, допустим, плюс 3. Он включится только тогда, когда температура опустится ниже 3 градусов. Да, он включится, передержит этот момент. Антоник Павлович, вы считали, сколько можно сэкономить на такой системе? Не понял. Сколько можно сэкономить на такой системе? Ну, я сразу даже и разговаривать не буду. Вот мы на многоквартирных домах, ну, минимум процентов 30 можно экономить. Я вам примеду примеры огромных магазинов. Проспект Ленина, да, вот эти все стройные дома, эти стройные магазины, начинают, я не знаю, от Пионера и, вот я, да, сельхозтехни, гидромиллиардированные техники. В этих домах системы отопления этих вот стройных помещений, магазинов запроектированы были только в подсобных помещениях, там в кабинетах где-то еще водяное отопление, а в залах в торговых воздушное отопление. То есть на колориферы теплоноситель должен был взяться от элеваторного узла и подавать колориферы, воздухом их обогревать. Вот где перемычки. А сегодня этого ничего нету. В этих магазинах, кто обратил внимание, вот такого диаметра проложены трубы, регистры. И по ним крутится водичка. Понятно, вода как... Олег, Евгений говорил, вода не дура, она вот в такую трубу не потечет, она в такую потечет, да? Ей же проще вот по этим диаметрам 100 миллиметров, а люди жалуются, у нас тепла нет, у нас перепадов нет. Все в магазин течет? То есть, то, что мы этим не занимались, это просто вот мы все это поломали, то, что было. Воздушного отопления нет, только водяное отопление. Расходы, конечно, увеличились, если не в разы, но процентов 40-50. Я что, я к чему, я об этом сказал? Ну, во-первых, вот как раз тот случай, где магазины могли бы вот этим воспользоваться, да? И, ну, если не в разы, но процентов 50, у них бы расходы на эту услугу были бы меньше. И второе, о чем я говорил с самого начала, надо заниматься наладкой внутридомовых систем отопления. Не вытянут люди все эти расходы и все эти затраты на отопление. Вы посмотрите в платежки. Сегодня отопление стоит в общих затратах 50-60, больше 50 процентов всей, так сказать, платежки. Ну, это такая глобальная проблема всей страны, не только нашего города. Я об этом и говорю, что это должна быть система работать. Вот мы поставили ОСКУИ на бюджетной сфере. Это школы, садики, больницы и все прочее. Значит, вот Олег Семенович правильно сказал, что у нас всегда была кратность воздухообмена, особенно в больницах. Это вообще такая санитарная норма. Вот, когда мы поставили тепловые счетчики, то, оказывается, поддерживать вот эту систему воздушную, ее никто не повел, там все умерло. А бюджетные организации платят так, как будто эта система существует. И когда мы поставили тепловосчетчики и в онлайн-режиме стали контролировать бюджетную сферу, то снижение по оплате достигло 60 процентов. Я не знаю, может быть, я подотстал, но вот Олег Евгеньевич мне подскажет, сколько в городе домов, которые, жилых домов, которые прошли энергоаудит и имеют энергетический паспорт. Я не знаю таких. Чтобы узнать, сколько наше жилье, наш дом потребляет энергии, неважно, тепла, воды, электроэнергии, нужно провести обследование этого дома, энергетическое обследование. Это обследование нам даст те узкие места, те проблемы, где мы теряем эти носители. Получив этот результат энергоаудита, сразу появляются мероприятия, которые нужно выполнить, чтобы дом меньше брал ресурсов. Это, кстати, появляется документ при планировании капитального ремонта. Эти мероприятия сразу можно включать в капитальный ремонт и эти мероприятия выполнять. Вот я, это страшно, не то, что страшно. Ну такие вот, скажут, что там Капустин придумал. Есть такое сегодня понятие появилось у нас в России. Там оно давно, умный дом. Так вот, если на нашем взять средний типовой жилой дом, выполнить все мероприятия энергоэффективности, энергосбережения, вот, я не знаю, даже по классу А1, допустим, да, то мы потребление ресурсов на этот дом можем сократить до 80%. Вы можете представить? Вот простой пример. Два дома, я уже, по-моему, рассказывал же в этой студии. Два дома на предмостной площади. Все мы их видим. Им там сделали красивые фасады новые, да? А вот если бы между фасадом, тем, который был из плитки, и вентилируемым фасадом еще бы заложили изоляцию, да, то потребление дома в тепле бы сократилось на 20%. Люди бы при том же количестве теплоты, которую они брали бы, да, на 20% могли платить бы меньше. А если бы в этом доме, на внутренней системе отопления, это я как раз для домохозяйств говорю, для тех, кто дальше будет делать капитальный ремонт у себя, вот эти вентилируемые фасады, которые сегодня предлагают, а еще бы на внутренней системе поставили балансировочные клапана, то они бы еще процентов 6-8 сократили. Я хочу вопрос поднять. Вот, действительно, мы понимаем проблему, о чем мы говорим. А вот кто это дело будет исполнять, люди вот в своей массе, да, они не полезут там разбираться там с наладками, там и всем остальным. И не будут говорить подрядчику. Залобы писать там и все остальное, да. Вот, и здесь действительно, ну, такой отряд, что ли, людей, которые могли бы вот этим заниматься, да, это наши управляющие компании. И вот самое интересное, да, когда они к нам приезжают, представители этих компаний, они начинают с чего разговор, что, Анатолий Николаевич, вы нам что-нибудь дайте, чтобы мы вырабатывали тепло, чтобы мы его продавали, чтобы мы с этого тепла что-то имели, да, реальные какие-то деньги. То есть они практически, вот, управляющие компании, они не заинтересованы в этом деле. Да, это логика продавца. Да, да. Они не заинтересованы, они получили тепло, заплатили там и на этом привет, да. И вот сейчас надо бы подумать, как заинтересовать управляющие компании, чтобы они действительно поставили в лестничные клетки вот такие вещи, да, поубирали эти все перемычки, да, то есть привели в порядок системы теплоснабжения, чтобы они работали в экономичном каких-то режимах, да. Да, мы хотим отдать там какие-то проценты, там 5 процентов от этого, как сказать, что они там сократят, или что они сэкономят, да. Но они реально должны что-то иметь. Сейчас они инертные. И никто их не заставит там, ну, как сказать, да, моя добрая душа какая-то появится. Антон Николаевич, а кто может заставить... Да не появится теплая душа, Анатолий Николаевич. Да кто может заставить работать управляющей компанией? Мне кажется, это практически... Ну как, ну стимулы, да, стимулы должны заставить. Вопрос уже к другому. Сегодня мы с вами собственники жилья. Понимаете, мы наняли управляющую компанию, чтобы она обслуживала нашу собственность. Если мы хотим что-то улучшить, значит, надо лезть в свой карман, доставать деньги. Немножко поделиться, да. И за наши деньги, чтобы это сделали. Это наши с вами собственники. Собственный житель, живущий в своем собственном доме, никто денег не получит. 90% жильцов не полезут в свой карман, и даже заниматься этой проблемой не будут. Значит, вот, ну мы вот идем своим путем. В мире максимум... Заплатят 6 тысяч за квартиру. Жилья приватизировано. Обсудят на лавочке. А у нас в России 80%. Вот поэтому мы имеем то, что имеем. Я говорю, вопрос не празднуй, потому что я вот смотрю, все на... Вот мы сколько разговариваем, все на своих местах, ничего не движется. Я был в Польше, город Шицын. И вот там управляющая компания, 200 домов. Причем дома эти строили по помощи Советского Союза. То есть это ленинградка, их ленинградские дома, то есть там все наше. Наши девятиэтажки. И вот с чего начали поляки. Элеваторный узел тоже наш? Да, все, наша старенькая схема. А с чего начали? Управляющая компания. Ну, за счет того, что управляющая компания, может быть, там ближе к народу. Значит, они начали с чего? Ребята, давайте поставим тепловые счетчики. У них результат получился 25% от норматива. То есть поставили счетчики, нормативы были завышены на 25%. Управляющая компания берет, создает специальный счет и объясняет людям, мы пока будем рассчитываться с бытовой компанией по счетчику, а вот эту разницу класть на специальный счет. Сначала они оприборили все 200 домов, потом говорят, нет, вот мы деньги вам еще не возвратим. Теперь элеваторные узлы заменим вот на такие индивидуальные тепловые пункты на домах. Значит, они поменяли это все. Значит, у них еще 15-20%. Потом они говорят, еще третий шаг мы сделаем. То есть какая должна быть динамика движения? Мы утеплим здание. Потому что поляки мне сказали, они начали с утепления здания, а элеваторные узлы стоят, которые дают перетопы и все остальное. И у них, когда утеплили здание, они сделали ошибку, то стали открывать форточки, дом стал больше потреблять. То есть динамика должна такой, сначала тепловой счетчик, потом автоматика регулирования, а потом утепление здания. И вот благодаря вот этим мероприятиям, я их называю три шага, значит, польская управляющая компания сказала, что они смогли сэкономить жителям 58%. А у нас, к сожалению, вот я общаюсь с руководителями капремонта, почему-то, вот Алексей Милович правильно говорит, никто не занимается инженерией. Казалось бы, для того, чтобы люди наглядно видели результат, да сделайте вы как поляки, ну все просто. счетчик, сразу отбились от денег, автоматика, утепление зданий. И народ бы радовался. Но у нас почему-то вот сначала крыша латает, но может это важнее, я глубины вопроса не знаю. Быстрее. А, быстрее, наверное. Быстрее, это точно. Вот действительно капремонт. Вот я столкнулся, да, вот, двухэтажные дома, ну простейшие, там по 16 квартир, там по 8, да, вот, подключены там за 3 километра, как сказать, с централизованным источником котельным, вот, тянутся сети. И вот действительно, ну, ну мне жалко эти деньги. Ну ты скажешь, они на транспорте теряют больше, чем на обогрев здания. Капремонт идет. Возьмите, ликвидируйте эти сети, да, этот дом 16 квартир, переведите на поквартирное отопление, да, там вполне хватает энергетики и все остальное, да, и сэкономьте. Это будет надежно, надолго там, и все остальное. Люди будут довольны, и все остальное. Ну вот, ну, как мне объясняют, вот, власть придержащая, да, так зарегулировано, так забюрокративны вот эти все, ну, как сказать, отношения, да, что изменить что-то в смете или там где-то что-то ликвидировать, это преступления там и должности полетят и все остальное. Ну, кому-то там надо этим заняться. Анатолий Николаевич, а Светлый Яр, где там километр, я не помню, десятка, два, наверное. Вообще, если заняться по-хорошему, вот даже у нас есть... 24 километра. 4 километра. У нас есть стратегия, да, развития теплоснабжения до 30-го года. Она, кстати, утверждена правительством. Все, где сказано, что первый этап до 16-го, года должны быть рассмотрены вот гибкое сочетание централизованных и децентрализованных источников теплоснабжения. Могу сказать, что наладка, мы самопусконаладочная организация, приборы учет, это ОСКУ, это как бы уже наработанные тоже за достаточно большой период, но я могу как наладчик сказать, что городом Волгоградом, ну, наверное, лет 30 наладкой сети никто не занимается. Вообще. То есть есть обширная система теплоснабжения, централизованная, с большими и крупными источниками теплоты, но никто не занимается этой системой на должном уровне. Я воспользуюсь моментом, и вообще, конечно, мы разрабатываем, да, вот стратегию, мы ее назвали, стратегия максимально возможной децентрализации теплоснабжения. Кстати, лидером сейчас у нас является Саратовская область. Они начали перевод домов на поквартирное отопление. На поквартирное отопление, да. И сейчас там уже они подсчитывают, что ликвидация полностью от котельных, тепловых сетей, все, 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 и перевод на это дело дает огромнейшие экономические эффекты. Огромнейшие. Потому что, что такое, ну, самый экономичный или самый экономный потребитель, это сам квартиросъемщик. Если квартиросъемщику дать нормальные технические возможности экономить, он-то не влияет сейчас на экономию, да, он может... Да уже можно сейчас отопление-то, в принципе, отключать. Ну, конечно, а когда у него стоит прибор непосредственно в комнате, да, и он, ну, как сказать, на электронном уровне регулирует температуру, еще и хозяин может сказать ему там подрегулировать, что не надо мне там я так задыхаюсь, пускай комнате будет там 18 градусов обороны. Вот он поставил, и вся эта, ну, микро, как сказать, экономия, это в руках самого, как сказать, квартиросъемщика. И все его результаты на электрическом счетчике. То есть, он сразу их видит. Вот, что ему надо, да, или похолоднее, да, он меньше платит, чуть пожарче там, побольше, то есть, он его сразу стимулирует. Он окно поставил, пластиковое, да, бах, у него что, затраты утеплил немножко, у него затраты, как сказать, упали. То есть, вот эта непосредственная связь, затрат и его, ну, как сказать, денег, да, она, конечно, будет стимулировать очень серьезно. И надо вообще дать самому жильцу максимальные возможности влиять на потребление вот энергоносителей. То есть, дать ему вот такие технические возможности. И мы работаем именно в этом направлении, вот разрабатываем такие приборы, которым не нужны какие-то внешние, там, посредники, да, там не надо сварщиков, не надо там слесарей, чтобы кто-то регулировал. Все это эксплуатация в течение 30 лет идет на уровне самого хозяина. Здесь проблема, но это надо, конечно, очень большую, как это самое, Алексей Милович говорит, программу, да, чтобы это была и власть придержащая, заинтересованная, чтобы они понимали эту проблематику, да, потому что еще тут завязано все и можно быстрый скачок сделать, потому что сейчас, если, допустим, взять строителей и их стимулировать на установку таких приборов, уже в самом начале, что они в домах будут устанавливать такие беструбные системы отопления, да, а это сразу тянет отсутствие полностью эксплуатационных затрат в дальнейшем эксплуатации дома. Там нечего эксплуатировать, понимаете, то есть этот уровень затрат будет падать, ну вот, и если эти приборы будут, ну, как сказать, везде поощряться, устанавливать, да, здесь можно открыть серьезное производство, это рабочие места, это пополнение наших бюджетов и все остальное, здесь никакого импорта, ничего, это чистое импортозамещение. Но я еще раз говорю, надо найти, ну, я не знаю, какой-то толчок, что ли, да, к тому, чтобы начать заниматься серьезно теплом. Серьезно. Резервы в море, вот для того, чтобы, как сказать, экономить. Море. Я, как инженер теплотехник, конечно, на своем уровне могу вот какой-то делать анализ с тем документом федеральным, который выходит сейчас. Вот 261 закон, ну, я не знаю, где в мире, значит, стимулирует, ну, то есть, дали людям какой-то период, до 1 июля 12-го года установить приборы учета. Люди, естественно, никто ничего не понимает, еще и тогда гиккалорий не очень дорого стоил, люди остались в стороне. Дальше закон трактует, что энергосботовые компании, то есть, тепловые сети, должны эти приборы за свой счет поставить с рассрочкой на 5 лет. Понимаете, я, как инженер теплотехнии, скажу, если тепловые сети ставят в доме прибор, они теряют сразу 40% денег. Ну, где здесь экономика? Зачем законы такие пишут? Я не знаю. Понимаете, они как бы оторваны от экономики, от политики. Сложно мне понять. Строгость-то или жесткость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Вот мы, к сожалению, так пока сегодня не видим. А вот более вдумчивые политики, где, например, вот те же управляющие компании должны быть какие-то привилегии иметь, хотя бы, как в других странах, какие-то беспроцентные кредиты, или там сначала было о том, что каждому дому присваивает класс энергоэффективности, потом сказали, это остается у нас есть эти классы, они разработаны, есть классы энергоэффективности, документы у нас в плане этого у нас все есть. Вот исполнялось бы это все. Вот да, вот по классу. Главой всего этого должен стать россиянин, гражданин. Не думали, как дешевле сделать капитальный ремонт дома, хотя об этом тоже надо думать, но как после этого капитального ремонта человеку лучше станет жить в этом доме, что он меньше будет платить за ресурсы. Вот об этом тоже надо думать. Тарифы будут расти, с учетом того, что как бы в городе сейчас две крупные частные компании, вот, и поэтому жителям деваться будет некуда и будут этим вопросом заниматься. То есть процессы сейчас идут, я со многими управляющими компаниями работаю, и когда управляющие компании, ну, планируют на этом рынке оставаться долго, но это все-таки постоянный доход денег, то они все-таки работают с населением, идет это все через протокол общих собраний, население приходит. Ну сколько таких управляющих компаний у нас? Ну мы работаем такие, как муниципальные управляющие компании, сейчас новая компания по Волжи образовалась, потом тандем, южные районы Волгограда, то есть достаточно я могу перечислять, то есть компании, которые в общем-то стали отстаивать интересы жителей, потому что теплощетчик это элемент отстаивания интересов, а с учетом того, что здесь частная крупная компания, московская, то я думаю конфликт интересов будет, может быть, дальше продолжаться, и население будет более активно, потому что нас ждет только повышение тарифов, и деваться от этого некуда. Олег Евгеньевич, так вот, возвращаясь к счетчикам, к нашим мирским проблемам, как установить, обращаться, понимаете, в счетчик, здесь еще какая проблема, у нас, к сожалению, если, опять же, те европейские страны, у них как-то немножко проще все. Да не надо, что нашим, вот сейчас смотрит нас бабушка, или будет смотреть и рассказывать, как там в европейских странах. Как ей быть? Надо, вот, совет у дома, надо собрать людей, провести собрание, и принять решение, что будем устанавливать счетчик тепловой, который позволит на 30 процентов сэкономить средства. Я не буду рекламировать никакую, которая может это запроектировать, прийти, посмотреть, высказать, счетчик будет стоить условно 200 тысяч. Для людей донести, счетчик стоит столько-то, вот, каждый должен заплатить за столько-то. Проголосовали, заключается договор, организация делает проект, устанавливает счетчик, вводит его в эксплуатацию, и люди начинают платить по счетчику. Вот, понимаете, здесь мы вот... Ну, начать надо с... Ну, сейчас бабушка сидит, смотрит, 200 тысяч, это же для нее огня. Я знаю, бабушка, может быть, заплатит полторы тысячи. Ну, сколько вот бабушка за полторы тысячи? Ну, вот, если 200 квартир в доме, 200 тысяч, ну, там он подороже будет на 200-квартирный дом стоить. Да нет, цены примерно сейчас... Ну, хорошо, 200 тысяч, 200 квартир разделить, уже по 1000 рублей, но там же еще будет зависеть от квадратных метров людей. Ну, вот теперь бабушки 2 тысячи, а то вы 200 тысяч, кто-то 500 рублей заплатит. Я еще хочу, чтобы вот в передаче вот этот акцент главный был. Мы пока сейчас единственная организация теплоэнергоналадка в Волгограде, которая дает возможность населению перевести технический язык, ну, то есть стоит там что-то в подвале, два расходомера, два температурных датчика, два датчика... Бабушка не поймет, что это такое расходомер. Бабушка спустится, там еще кнопки надо нажимать, потом он запрограммирован. То есть тут даже специалист с учетом того, что на рынке там 300 типов приборов по различному способу измерения. То есть и люди просто в растерянности думают, ну, как же тут вообще получить данные. То есть вот мы, чем я стараюсь людей убедить, для того, чтобы все это было в доступной форме, зайдите в интернет. Мы пока единственная компания, которая реально представляет эту услугу. Наберите логин и пароль, и за вас машина все вам выдаст. Полностью. Вы сказали, ты им поставь этот счетчик. Да, а Олег Семенович рассказал механизм. Правильно. Поставь. Организация должна иметь, во-первых, членство в СРО на проектирование, на монтаж. То есть она иметь, должна какие-то бумаги, которые как бы говорят об ее ответственности, что эта организация достаточно солидная. Вот. Поэтому там должны быть бумаги членства в СРО на проектирование, членства в саморегулированной организации на монтаж. Должна быть еще федеральная бумага на ремонт, средств измерения. Там еще много, я могу долго перечислять. Поэтому здесь важно то, что папа... И надо смонтировать счетчик и скажи, вот управляющая компания будет платить в месяц тысячу рублей. И мы этот счетчик берем на обслуживание сервисное. Тысячу рублей со всего дома. Да. Нет, с людьми надо работать, с людьми надо разговаривать. Да, да, да. Пока мы не будем разговаривать с людьми, вот так и будет. Вы знаете, очень такой есть способ интересный. Когда мы в Николаевск приехали, меня позвал мэр, он понимал, что ситуация уже такая серьезная, люди возмущаются, результатов нет. Я стал выступать перед населением и говорю, ну поставьте вы счетчики, а дома там двухэтажные, двухподъездные. 18-12 квартир. Ну да, 9-18 квартир. финансовая, примерно такая, что на пятиэтажку. Ну и там меня, там это самое, много про меня что говорили, я два часа выступал, население абсолютно, стена, никто слушать не хочет. И одна учительница согласилась, то есть мы поставили счетчик, и люди стали платить за отопление на 45% меньше. И вот, что значит компактный городок, и вот это сарафанное радио быстро распространяется, и все люди, вот весь Николаевск мы сделали, там немного домов, по-моему, около 30, благодаря сарафанному радио. Люди общаются, по квартирному переведению. А вот платежку одного столько, а вот того на это. И мы буквально вот за год сделали весь город Николаевск только благодаря вот общению между собой людей. Собственная разработка? Программного продукта? Да. И аналогов, даже вот крупные производители заводов говорят, что ваш продукт, вот который позволяет все это в доступной форме переводить, самый лучший в России. Люди задают вопросы, потому что не только видят показания приборов, а там же температуры, давление. То есть люди, если берут, допустим, вот температурный график, утвержденный, и он смотрит, вот сегодня температурный, у нас же в России качественно-количественное регулирование, то есть в зависимости от температуры наружного воздуха меняется температура теплоносителя. поэтому люди, когда уже получают такой инструмент воздействия, они смотрят, вот сегодня минус 11, у меня в подаче должно быть 75 градусов. Понимаете? И в обратке. То есть появляются уже стимулы у людей получить качественную услугу. Ведь некоторые дома за счет резрегулировки стоят у нас, гидравлики нету, а потребовать ничего нельзя, потому что нет доказательной базы. А тут на принтере снял всю эту базу, на принтере выбрал период, распечатал и пришел с претензией в тепловые сети. То есть уже появляются реальные механизмы отстаивать собственные интересы в цивилизованной форме. То есть пока нет теплощетчика и реальной информации с него ничего нельзя потребовать. Понимаете? А мы еще специально выделили вот эти все нюансы, когда вот собственники квартиры, они заинтересованы в том, чтобы, ну, как бы анализировать все. И мы там еще высвечиваем цветами, радугами вот эти все показания, нажал на цвет, она там говорит... Прямо захотелось мне зайти и посмотреть. А пожалуйста, для вас мастера. Но у меня частный дом, жалко, что вот... А вот в Европе уже нет качественного количественного регулирования, только количественного регулирования. И сети работают независимо от температуры наружного воздуха. Они работают 90 градусов круглый год. А количество теплоты человек берет объемом, кубометрами этой горячей воды. И знаете, даже вот... Поэтому сети не дергаются вот так вот, линейно не расширяются, не сокращаются. Насколько острая эта тема, я думаю, она тоже... Мы к этому придем. Вот я был в город Майме, это Швеция. И там вот шведская компания крупная показывала, как организована у них система централизованного теплоснабжения. И вот мы зашли в подвалы, многоэтажек, и стоят одинаковые два комплекта тепловых счетчиков. Я не понял, говорю, на один дом прошли второй, третий, везде ситуация одинаковая. Мы говорим, а почему? Он говорит, а это вот тепловым сетям принадлежит, а это вот потребителю. То есть настолько высока цена вопроса, и люди уже как бы хотят иметь свое, и там вот стоят абсолютно... Ну это определенный менталитет у европейцев у нас, наверное, не когда... Ну, понимаете, люди привыкли думать, Они привыкли считать деньги Ну, правильно, Надежда. А у нас-то открыл форточку, жарко, открыл форточку, нет бы... Да. Действительно, уже строить дома индивидуально, или устанавливать... Да, он использовал один стакан горячей воды. А я бреюсь, я кран открываю и стою, бреюсь. Ведро. Вот менталитет наш. Людям надо образовываться, поэтому цель, я думаю, нашей передачи это хотя бы поверхностно рассказать, как это вообще конструктивно состоит. Вот Анатолий Николаевич рассказал, что есть альтернативные источники, которые себя оправдали, провели временем, что есть современные эти холодиаскуя, когда в интернете можно все... Есть адреса, что это работает давно, это не ноу-хау. Но этими механизмами надо грамотно пользоваться. У человека должен быть выбор, чтобы он посмотрел, что дешевле, что лучше, что кому-то дороже нужно, красивее. Вот пока у человека не будет выбора, вот мы сейчас потихоньку... У нас тепловая энергия, тепло в квартире. Хочешь, не хочешь, тебе его дают. Хочешь, не хочешь, а жарко. Да, да, и ты никак повлиять не можешь. Ну, в лучшем случае окно открыть, да? И вот эти сопла, которые... Потому что еще в старых домах и не везде кранов есть. можно перейти на нагреватели парокапельные, Антон Николаевич. У человека должен быть выбор. Вот он посчитает и купит себе вот это вот открытие. А электричество, Антон Николаевич, он же от электричества правильно работает? Ну, извините, вот он... Сэкономит на тепле... Надежда, тут есть, у нас всегда есть маленькое но. Вот если человек купит эти вот испарительные, парокапельные и поставит в своей квартире, то он будет продолжать заотопление платить. При этом же он закроет все на радиаторе. В смысле, будет каким образом? А, извините, кто ему его отключит? Скажет, а через себя стояки проходят? Греешься? Ну, это, наверное, в домах, которые только строятся, в новых, в новостройках. Я объясню. Действительно, сейчас по последним законам нельзя переводить внутри дома на квартиру, на квартиру на другой вид, так сказать, отопления. То есть надо или пересогласовать весь проект в связи с этим. Это дорого, и никто это дело не будет. Хотя у нас в Ставрополе вот на домах десяти этаж, когда последние этажи, вот там люди переходят на наши технологии, узаканивают проекты. Ну, это последний этаж. Да, да. Обрезали его, и все. И все остальное. А так, сейчас по закону, если люди хотят перейти на другой вид отопления, допустим, на нашу технологию, должно быть решение, собрание общего собственников жилья, вот, протокол, и на основании протокола делается проект, на основании проекта этот дом можно перевести. Весь? Весь дом. Весь дом, да. Это вот... Хотя в Волгограде есть и построенные домашки, по квартирным отоплениям. Ну, я скажу, что вот за, буквально за последние два месяца у нас около десяти заявок вот на перевод домов. Многоквартирных домов? Многоквартирных домов. Кстати, один дом у нас в Спартановке. Вот они сейчас будут проводить, так сказать, собрание, и переводить. Ну, получится, там не получится. То есть они будут отрезаться от котельной? Да, полностью все отключается. А вода горячая? А там все предусмотрено. Мы горячую воду делаем или в квартирах будут устанавливаться нагреватели горячей воды автономные, или это будут, так сказать, специальные установки на второй нашей технологии на нагревателях жидко-этохоносителя. Но это будет чисто автономное отопление. То есть в каждой квартире будет свой учет, и хозяин сам будет отвечать за, так сказать, результаты своей деятельности по отоплению, по горячему водоснабжению. Но я, честно сказать, я вижу выход в дальнейшем. Это не сразу. И все, да, здесь не надо сопоставлять, потому что есть хорошие вещи, если нормально пользоваться централизованными источниками и довести... Я ждал, когда ты это скажешь. Да, и довести до ума это все. И плюс, это хороший плюс, вот именно децентрализация теплоснабжения. Но его надо гибко очень использоваться. Сочетать. В этом, да, в этом максимальный эффект. В сельской местности, да, децентрализованная. Но где газа нет? Потому что, получается, мы опять идем своим путем. Весь мир переходит на централизованное теплоснабжение. Ну, в этом вся суть... А мы, как это, шаг вперед, два назад. Вся суть России в этом, тем она и прекрасна, что всегда есть над чем работать. Никогда не будем... Да, с чем бороться. Создать трудности, а потом и героически преодолевать. Да, создавать трудности. Спасибо вам большое. Телезрителям хочется сказать, что есть всегда возможность сэкономить на ресурсах, есть всегда альтернативные способы, главное о них знать и уметь использовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова